Иммунная система предназначена для того, чтобы защищать организм от различных угроз. Итак, иммунная система нас охраняет. Угрожать организму могут, например, чужеродные белки, вирусы, бактерии, ну, кто там ещё, паразиты, эокариоты и даже грибы. Давайте их всех запишем. Паразиты, эокариоты и грибы. Если что-либо из этого попадает в организм, человек заболевает. И всех их называют патогенами. Па-то-гены. Иммунная система — это первый эшелон обороны организма, не пропускающий патогены и уничтожающий их, сохраняя человеку здоровье и жизнь. Я уже говорил, что у организма два сложно устроенных эшелона обороны. Первый эшелон обороны препятствует проникновению различных патогенов в организм. Итак, первый эшелон обороны препятствует проникновению различных патогенов в организм. Этим эшелоном является кожа. Это надёжный защитный барьер. Даже кожное сало имеет кислую реакцию и затрудняет размножение некоторых типов бактерий. Слизистые оболочки выделяют слизь. Итак, слизистые оболочки выделяют слизь, которая достаточно химически активна, чтобы убивать бактерии. А желудочный сок содержит соляную кислоту. Соляная кислота. Желудок также является надёжным бастионом нашей обороны. И не только желудок, но весь пищеварительный тракт. Слизистые оболочки пищеварительного тракта человека каждый день контактируют с опасными патогенами. Каждый день. Поэтому в желудочном соке содержится сильная кислота, не позволяющая патогенам выживать в желудке. Но одного эшелона недостаточно. Иногда патогенам удаётся проникнуть внутрь, и тогда за дело берётся наш второй эшелон. Он борется с угрозой внутри организма. Второй эшелон обороны. Говоря про оба эшелона обороны, я имею в виду неспецифический иммунитет. О специфическом я расскажу позже. Итак, это неспецифический иммунитет. Неспецифический. Неспецифический иммунитет ещё называют врождённым. Он борется с любыми проникшими в организм патогенами. Он не запоминает и не различает угрозу. Он борется не с конкретными вирусами, а со всеми вирусами сразу. А также со всеми бактериями. Ему не важен тип патогена, он борется со всеми. Говорит, это вирус, уничтожить, бактерия, не пускать и уничтожить. Он не разбирается, что это за бактерия, поэтому он и неспецифический. В этом всё дело. Я ещё расскажу вам о специфическом иммунитете, о том, как сложно и интересно он устроен, как организм запоминает патоген и учится бороться с конкретным вирусом, бактерией или чужеродным белком. Но об этом позже. Сейчас мы говорим о втором эшелоне неспецифического иммунитета. Это, во-первых, воспалительный ответ. Воспалительный ответ. Я ещё не делал об этом ролик, но воспаление всем знакомо. Все проходили час покраснения или нагноения — это типичные признаки воспалительного ответа, когда организм усиливает кровенаполнение того участка, где произошло вторжение инфекции. Это может быть порез или очаг размножения бактерий и других патогенов. Суть воспаления — ответ на вторжение потенциальной инфекции. Это как военные действия. Я сделаю об этом ролик. Организм обеспечивает потенциальному врагу, так сказать, горячий приём. Встречает его во всеоружии. А в результате воспаления ткани припухают из-за того, что обильно пропитаны жидкостью, продуктами распада и так далее. Об этом ещё будет ролик. Логичным продолжением воспаления и частью второго эшелона обороны является фагоцитоз. Фагоцитоз. И до конца этого ролика я буду говорить о фагоцитах, потому что от них проще всего будет перейти к специфическому иммунитету. А также завершить мой рассказ о воспалительном ответе, потому что фагоцитоз — его важная часть. Фагоциты — это клетки, способные пожирать патогены. Они много чего могут пожирать, но нас интересуют патогены. Допустим, это фагоцит. Вот он. У него есть ядро. Не буду вдаваться в подробности строения. Он устроен как самая обычная эукариотическая клетка. Давайте нарисуем, что происходит, когда фагоцит встречает чужеродную частицу или бактерию. Допустим, вот эта бактерия. У фагоцита нет специфичности. На его мембране есть рецепторы для всего чужеродного. Это своего рода датчики. Например, датчики бактерий. Вот такой пример. Датчики бактерий. На поверхности бактерий есть свои белки. Например, такие. Ну, разумеется, это упрощение. Нарисую их в виде фигур, подходящих друг другу по форме. Молекулы рецепторов и молекулы этих белков связываются друг с другом. Я нарисую. Вот бактерия. Вот патоген. Это может быть вирус или что-то еще. В следующих роликах я расскажу о молекулах, которые усиливают желание фагоцитов атаковать патоген. Итак, вот эта бактерия — опасный патоген. И вот он связан. Он взаимодействует с рецепторами фагоцита. Фагоцит начинает наползать и обволакивать этот патоген. Наползать и обволакивать патоген вот таким вот образом. Эти два выпячивания сомкнутся друг с другом. Сомкнутся друг с другом вокруг патогена. Сейчас я сменю цвет. Итак, повторю. Эти выпячивания сомкнутся друг с другом вокруг патогена. Что же при этом получится? Окажется, что бактерия очутилась целиком внутри фагоцита. Она внутри клетки. После того, как выросты клетки сомкнулись, патоген окажется внутри отдельного мембранного компартмента, то есть пузырька. Будь это бактерия или что-то еще, при фагоцитозе они обволакиваются. Фагоцит может поглощать чужеродные белки и любые другие посторонние молекулы, даже полностью безвредные. Могут фагоцитироваться молекулы умирающих клеток. Хотя они и не посторонние, но от них нужно избавиться. Но мы говорим о борьбе с патогенами. Мембрана фагоцита полностью обволакивает патоген внутри. Внутри пузырька оказываются и рецепторы. Патоген обезврежен внутри фагоцита. Этот пузырек называется фагосомой. Фагосома. От патогена внутри фагосомы фагоцит хочет окончательно избавиться. В цитоплазме фагоцита есть множество других пузырьков, наполненных веществами, которые способны уничтожить содержимое фагосомы. Внутри этих пузырьков содержатся лизоцимы и крайне активные формы кислорода. Много разных веществ. Эти вещества способны разрушать биологический материал. Мембраны этих пузырьков сливаются с мембраной фагосомы. Вот так это выглядит. Они сливают в фагосому свое содержимое, которое разрушает патоген. Так патоген переваривается. Таким образом, фагоцит уничтожает патоген. Кроме того, есть кое-что еще. Об этом будет отдельный ролик. Патоген распадается. Я нарисую. Буду пользоваться тем же цветом. Фагоцит разрушает его. Полностью разрушает. Патоген распадается на составляющие его белки и прочие молекулы. Далее фагоцит обрабатывает то, что получилось. Набор молекул. Набор белков. Их фрагментов. Белки состоят из аминокислот. Под белками понимают длинные аминокислотные цепочки. Короткие аминокислотные цепочки и фрагменты белков называют пептидами. Пептиды — это короткие молекулы. Фагоцит берет пептиды, получившиеся после переваривания жертвы, и прикрепляет к особым белкам. Получившиеся мелкие фрагменты переваренной бактериальной клетки, вот этой клетки, прикрепляются к особым белкам так называемого главного комплекса гистосовместимости. У фагоцитов есть главный комплекс гистосовместимости второго типа. Сложное слово, понимаю. Мы неоднократно будем его упоминать и запомним. Главный комплекс гистосовместимости. Давайте запишем. Главный комплекс гистосовместимости. Сокращенно его записывают как ГКГС. Это белок, который связывается с пептидами, оставшимися от переваренного патогена, после чего фагоцит выводит его на свою мембрану. Пептиды образуют комплекс с белками ГКГС, точнее ГКГС второго типа. А запишем ГКГС второго типа. Нам интересен именно второй тип. Комплекс оказывается на поверхности фагоцита. Оказывается на поверхности. Это очень важный момент. Сначала кажется непонятным, зачем фагоциту фрагменты белков его жертвы. На этом этапе мы переходим к специфическому иммунитету. До этого был неспецифический. Была обнаружена угроза, ее тип был неизвестен. Фагоцит обезвредил ее и съел. Остались фрагменты чужеродных белков. Фагоцит ничего с ними сделать не может, кроме как переварить. Но он может показать их клеткам специфической иммунной системы. Он делает это в расчете на то, что они запомнят патоген. Поэтому фагоциты называют антиген-представляющими клетками. Антиген-представляющие клетки. Здесь нужно подробнее рассказать об антигенах. Это был патоген. А антиген — это обычно белковая молекула или пептидная цепочка, которую опознает иммунная система. Именно специфическая иммунная система. Об этом нужно поговорить подробнее. Я сделаю целый ролик об антигенах и антителах, а пока считайте их пептидами. Антиген — это белок или его часть. Фагоцит показывает его на своей поверхности другим клеткам иммунной системы. Существует огромное множество типов фагоцитов. Все они называются по-разному, и это может вызвать путаницу. Я расскажу о некоторых из них. Есть нейтрофилы. Нейтрофилы — это самые многочисленные из фагоцитов. Их много, и они быстрые. Они очень быстро оказываются в месте инфицирования. Фагоциты не всегда действуют именно так. Нейтрофилы умеют обволакивать добычу, но атаковать издалека и даже расставлять ловушки для патогенов. Они очень быстрые, и их очень много. А еще есть макрофаги. Более универсальные и сильные, чем нейтрофилы, но также являются фагоцитами. И есть дендритные клетки. Слово «дендрит» у всех ассоциируется с клетками нервной системы. На самом деле у них нет ничего общего. Ничего. На самом деле их назвали так исключительно за разветвленную форму, за дендриты. Они чем-то похожи на нейроны, но не относятся к нервной системе. Это одни из главных клеток специфической иммунной системы. Но об этом я расскажу в следующих роликах, посвященных иммунитету. Так что до встречи.